Шойгу приказал ликвидировать оставшихся в Украине, вагнеровцев, ЦПД. Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал с 25 июня ликвидировать, вагнеровцев, оставшихся воевать на территории Украины, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на публикацию Центра противодействия дезинформации при СНБ Украины, в центре отмечают, что отношение к вагнеровцам, на фронте, коренным образом изменилось. Из них создают отдельные штурмовые отряды, смертников, и отправляют отбивать утраченные позиции, даже если штурмы были удачными, эти позиции, накрывают, из артиллерии российской армии. По предварительным данным, только за двое суток потери от такого подхода превысили 50 человек, информирует ЦПД. Параллельно этим процессам Кремль пытается взять под контроль, вагнер, в Африке и на Ближнем Востоке, конечно, Россия не может отказаться от такого рычага влияния в Африке как ЧВК «Вагнер». Поэтому единственным выходом для Кремля становится ребрендинг компании с назначением новых руководителей. Представители российского МИД уже предупредили лидеров африканских стран, что ЧВК «Вагнер» продолжит свою деятельность, но под новым руководством, заявили в ЦПИ. Также сообщается, что одного из глав «Вагнера» в Сирии и троих высокопоставленных командиров задержала российская военная полиция. Ситуация с «Вагнером». На минувшей неделе основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин объявил де-марш военному руководству РФ и попытался провести в России госпереворот. Однако, заняв Ростов-на-Дону и пройдя более полупути в Москву, Пригожин сдался. Самопровозглашанный президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что якобы договорился с Пригожиным о прекращении бунта. Тогда в Кремле заявили, что глава боевиков, уйдет в Беларусь, вместе с частью «Вагнеровцев», а остальные могут подписать контракты с МОРФ. После этого появилась информация о строительстве лагерей для сил «Вагнера» в Беларуси. Но живая сила боевиков там пока не замечена. По словам командующего объединенными силами в СУ генерала-лейтенанта Сергея Наява, в настоящее время опасности нападения с Беларуси нет. Однако разведка продолжает изучать ситуацию, а военное командование наращивает силы на северном направлении. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК «Украина» в Телеграм.